Здравствуйте! Сегодня мы поговорим про устройства для полива фирмы Полисад. Во-первых, чем мне нравятся эти устройства для полива? С одной стороны, у них очень такой приятный зеленый цвет, он даже какой-то не совсем зеленый, а цвет зеленой мяты. И вот это сочетание с сиреневым, ну, очень привлекательно, и таким инструментом приятно работать. Устройства для полива фирмы Полисад изготовлены из ударопроченного пластика, причем пластик хорошего качества. Здесь нет ни зазубра, ни заусенцев, ни шершавости. Такой, например, распрыскиватель приятно взять в руки. Сегодня мы рассмотрим как бы два типа устройств для полива. Вот это насадки на шланг и вот это так называемые стационарные устройства для полива. Начнем со стационарных устройств. Они имеют такую пику, которая втыкается в землю, и это устройство стоит на одном месте и поливает тот участок, который нам нужно. При необходимости легко можно вынуть из земли и перенести на другой участок. Вот это вот, наверное, самое простейшее устройство для полива. Он называется дождеватель. Вот этот вот дождеватель, он состоит из, собственно говоря, распылителя, костыля, распылителя. И вот сюда подключается шланг. И шланг сюда подключается с помощью коннектора. И вот это удобно тем, что коннектор легко отсоединяется. Его можно быстро подключить на какое-то другое поливное приспособление. Вот это вот импульсный распылитель. Это, ну, скажем, такой более серьезный разбрызгиватель. Этот разбрызгиватель вращается вокруг своей оси. Струя выходит вот отсюда. И вот здесь вот идет такой как бы рычажок, который не просто дает непрерывный выброс струи, а он ее разбивает. И получается такой эффект дождя. Вот этим распылителем можно оросить площадь в диаметре от 3 до 12 метров. И насадки на шланг. Насадки на шланг, значит, ну, с конца присоединяются к шлангу также коннектором. И лучше всего, если будете приобретать вместе сразу с такими вот устройствами, покупайте коннекторы, потому что устройства, ну, коннекторы разных фирм, они внешне как бы вроде и похожи, но все-таки лучше брать оригинальный коннектор этой фирмы. Он надежнее будет крепить шланг вот здесь на устройстве. Устройство снабжено рычагом, который позволяет регулировать подачу воды. И очень интересная вот здесь насадочка. Насадка поворотом меняет структуру струи. Здесь может быть и узкая струя, и широкая струя, и душ, и дождевание. Вот бывает так, что мы поливаем разные растения из одного шланга. Да, большинство это и делает. Но, например, морковка только взошла. Такую грядку струей не польешь. Ей нужен дождеватель. А помидоры очень не любят, когда на их листья попадают капли воды. Вот тут-то как раз образуется фитофтора. Вот помидоры нужно поливать струей. И для того, чтобы не иметь в своем арсенале много различных насадок для шланга, для того, чтобы их не переключать, хорошо приобрести вот такое устройство. И просто, подходя к определенной грядке, подобрать струю растения на этой грядке как лучше поливать. Вот такой вот пистолет. Хорош еще тем, что он снабжен вот здесь прорезиненной рукояткой. Очень хорошо держится в руке. И часто все-таки вода бывает не такой теплой из-за водопровода, который подается. А благодаря вот этой насадке рука не мерзнет. И здесь тоже есть возможность регулировки. Поворотом вот этой головки мы можем добиться узкую струю или широкую струю. В любом случае у нас обычно не бывает такого, чтобы дожди выпадали именно так, как нужно растению. Поэтому без полива на своих грядках мы не обойдемся. А для того, чтобы полив сделать правильным, комфортным, чтобы не принести вреда растения и не устать самому, обязательно приобретайте хороший, качественный, удобный и надежный инструмент для полива. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!